МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Ближайшие 20 минут о самых заметных событиях. В эфире новости телекомпании ТВН, студия Александра Бондаренко. И вот некоторые темы этого выпуска. Среди реальных дел – благоустройство. Проект, инициированный областным правительством и фракцией единороссов в региональном законодательном собрании, помогает наводить порядок на улицах Магнитогорска. Прежде чем поверить, не мешало бы проверить. Сотрудники магнитогорской полиции рассказывают пожилым магнитогорцам, как не стать жертвой мошенников. На велосипеде по пересеченной местности. В ближайшее воскресенье в районе лагеря Горное ущелье состоится второй веломарафон в дисциплине кросс-кантри. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Все чаще в полицию стали обращаться граждане, пострадавшие от действий мошенников. Статистика говорит о значительном всплеске в городе Металлургов подобных преступлений. В частности, с начала года было зарегистрировано уже 376 фактов мошенничества. О том, как не попасть на крючок подлецов, рассказывают сотрудники полиции на специальных встречах с активистами районов. Так, накануне заместитель начальника магнитогорской полиции Андрей Киядкин встретился с председателями КТОСов Ленинского района. На какие только ухищрения не идут мошенники, чтобы незаконно завладеть чужими деньгами. Причем чаще всего жертвами злоумышленников становятся люди преклонного возраста. Попадаются на удочку подлецов с великолепным знанием человеческой психологии, хорошо подвешенным языком и актерским талантом. Преступники представляются работниками муниципальных организаций, жрео, социальных служб. И пока один заговаривает зубы пенсионеру, другой обворовывает его квартиру. Особая тема для разговора – мошенничество при помощи мобильного телефона. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число таких преступлений выросло в два раза. Звонки на телефон от имени якобы попавшего в виду родственника и, соответственно, предложение решить вопрос за материальное вознаграждение. Большинство, конечно, людей знают эту проблему и отказывают сразу в дальнейшем контакте. Но есть люди, которые в силу доверчивости идут на контакт с преступниками и жертвуют своими деньгами. Также более чем на 30% в Магнитогорске выросло число преступлений с использованием сети интернет. С начала года произошло уже 58 инцидентов. В полиции надеются, что информацию, которую получат на подобных встречах с полицейскими председатели КТОСов и активисты, они донесут до пожилых людей своих районов. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов в очередной раз напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не поддаваться на уговоры мошенников, независимо от того, какими бы убедительными и душевными они ни казались. Продолжаем программу. В первом полугодии 2016 года на реализацию социальных и благотворительных программ и проектов группы ММК было направлено из всех источников в 738 миллионов рублей. Это на 11% превышает аналогичный показатель предыдущего года. Крупнейшей социальной программой в группе ММК в первом полугодии текущего года стала благотворительность и социальная поддержка пенсионеров и инвалидов. Другое важное направление социальной работы – медицинское обслуживание работников и реализация медицинских программ. Среди важнейших направлений социальной поддержки в группе ММК можно также выделить программы, ориентированные на формирование принципов здорового образа жизни, а также на развитие спорта и содержания спортивных объектов. Важное место в социальной деятельности группы ММК занимает реализация программ стимулирования рождаемости, поддержки материнства и многодетных семей. ММК является социально ориентированной компанией. Компания добровольно принимает на себя социальные обязательства, направленные на повышение качества жизни своих работников и их семей. Усилия ОАО ММК в данном направлении неоднократно отмечались общественным признанием. Так, в июле нынешнего года Магнитогорский металлургический комбинат стал победителем 13-го отраслевого конкурса Горно-металлургического профсоюза России. Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности в номинации «Социально-экономическая эффективность коллективного договора», сообщает Управление информации общественных связей ОАО ММК. К другим темам. К нам в редакцию обратилась группа магнитогорцев, которые недовольны состоянием сквера имени Ивана Рамазана. Заросли травы, кусты, затрудняющие обзор водителям автомобилей, мусор. Напомним, находится эта зеленая зона как раз напротив одноименного дворца спорта и с января текущего года передана ему для содержания и благоустройства. За разъяснениями мы обратились к руководству дворца. Подробности в сюжете Галины Смирновой. В день, когда наша съемочная группа приехала в сквер Рамазана, работа тут кипела вовсю. Почему такой активности не наблюдалось раньше, нам рассказал заместитель директора дворца спорта Андрей Карякин. Дело в том, что передав сквер на баланс дворца, город продолжает финансировать его благоустройство из бюджета. У спортивного учреждения на это средств нет. Ну а все бюджетные деньги, как известно, должны осваиваться через процедуру торгов. В начале года конкурс по наведению порядка в сквере выиграла организация «Снаптехстрой». Они грамотно распорядились своими ресурсами. Зимой и весной порядок в сквере был. А вот летом аукцион выиграла другая фирма «Дорремстрой» и началась «Волокита». Подрядчик, по словам Андрея Петровича, набирал людей, подыскивал технику, просто тянул время. И лишь после того, как стало известно о жалобе жителей и приезде съемочной бригады, работы, наконец, начались. С 19 июля мы подписали с ними контракт на благоустройство и содержание сквера. И за неполный месяц определенный вид работ выполнен. Но это все затянуто. То есть люди немного не осознали объем работы, который должны выполнять. Два человека, которые убирают сквер на вчерашний день, на 16 тысяч квадратов, это очень мало. Сегодня народ появился. Ну, надеемся, что подключение ТВИ не зря проходит. Уборка в том виде, который должен происходить, ну, как бы началась. Одним из постоянных камней преткновения в этом парке являются кусты, которые растут у дороги рядом со школой. Здесь довольно оживленное движение, а разросшиеся ветви затрудняют обзор. И на этом повороте довольно часто происходит столкновение машин. Поскольку находятся эти заросли на территории сквера, то, значит, и за ними должны следить подрядные организации, нанятые Дворцом Рамазана. Кусты вымахали. Быстро очень. Они не успели на это отреагировать. Но на этой неделе они эту подрезку выполнят. Это мы проконтролируем. К началу учебного года, обещает руководство дворца, они постараются убедить подрядчика выполнить основное благоустройство в сквере. А к 14 сентября зелёная зона должна просто блестеть. В этот день в парке откроют памятник Ивану Рамазану. Постамент уже готов. Саму скульптуру заканчивают отливать на Златоустовском заводе. Галина Смирнова, Влад Набиев, телекомпания ТВИН. Благодаря средствам, которые выделяются в Магнитогорску из областного бюджета в рамках программы «Реальные дела», наш город впервые за много лет получил возможность серьезно заняться обрезкой и сносом аварийных деревьев. Если в прошлые годы подобные работы проводились только по мере экстренной необходимости, то сейчас коммунальщики уже не ждут, когда старое дерево придавит автомобиль или того хуже человека. Напомним, программа «Реальные дела» была принята правительством Челябинской области и поддержана фракцией «Единая Россия» в законодательном собрании региона. С подробностями Татьяна Зайцева. На своих экранах вы видите съемки, сделанные прошлой весной местными жителями во дворе дома номер 11 по улице Дружбы. Автомобиль «Волга» судебных приставов правобережного района вез их по служебным делам, когда водитель услышал странный треск. Заподозрив, что его издает растущее неподалеку старое дерево, водитель быстро нажал на газ, и это действие уберегло его и других пассажиров от возможной гибели. Сильно пострадал только автомобиль. Наверное, тот случай стал более чем наглядной иллюстрацией, насколько остро нуждаются деревья в магнитогорских дворах в своевременной обрезке. И вот спустя год наша съемочная группа на том же месте, только с более радужным информационным поводом. Дорожное специализированное учреждение Магнитогорска серьезно занялось обрезкой старых деревьев. Вообще-то пилить их в кварталах должны управляющие компании, а на балансе ДСУ деревья, растущие по обочинам городских дорог. Но благодаря 8 миллионам рублей, выделенным областным правительством в рамках проекта «Реальные дела», мощности ДСУ этим летом были брошены и в кварталы, где их встретил полувековой сухостой. Старожила окрестных домов более точно определяют возраст деленных насаждений под окнами. «56. Я сама первая приехала. И вот эти деревья как росли, так и растут». В рамках проекта «Реальные дела» специалисты Дорожного специализированного учреждения планируют спилить 2028 деревьев и почти столько же обрезать. Выражаясь медицинской терминологией, под нож попадут зеленые легкие, давно страдающие эмфиземой. «Конечно, самое большое количество деревьев, которые необходимо подрезать либо сносить, это Ленинский район, самый старый район нашего города». Сергей Слепенчук уточнил, что перед обрезкой каждый двор осматривает специальная комиссия из сведущих в экологии людей. И ничего лишнего коммунальщики здесь не вырежут. Учитывая, что обрезка каждого дерева обходится в среднем в 2000 рублей, можно легко поверить, что подвергнутся ей только сухие, аварийные и деревья преклонного возраста, готовые в любой момент опустить свои кроны на дорогу, машину или прохожего. Татьяна Зайцева, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. В Магнитогорске стартовала традиционная приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Для руководителей школ это, пожалуй, на сегодня главный экзамен. Все лето в школах кипела работа, приводились в порядок классы, шел ремонт. На одну из приемок этого сезона в школе номер 7 побывал Павел Берсенев. Школа номер 7 в списке проверочной комиссии одна из первых. Руководство образовательного учреждения уверено, что работа сделана качественно. Да и члены комиссии неприятных сюрпризов не ждут. Все выданные ранее предписания здесь традиционно выполняются от и до. Комиссия довольна тем, что школы готовы к новому учебному году. В школах проведен огромный фронт работ по замене окон. Вот конкретно в этой школе по замене окон, по ремонту учебных кабинетов, по ремонту рекреации и коридоров. То есть здесь школа выглядит на очень высоком уровне даже по сравнению с прошлым годом. Особое внимание комиссии направлено на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Нанесена ли разметка, установлены ли необходимые знаки дорожного движения, осторожно, дети, и пешеходный переход. Зачастую именно от мелочей зависит чья-то жизнь. В этом году в соответствии с национальным стандартом на подходе к школе были переделаны два пешеходных перехода. Дополнительно установлены светофорные объекты типа Т7, которые работают в мигающем режиме и тем самым привлекают внимание водителей. Необходимо снизить скорость. Эти изменения внесены в схему безопасного подхода к образовательной организации. Данные схемы в сентябре месяце будут вклеены в дневники учащихся с 1 по 5 класс, где дети вместе с родителями изобразят свой безопасный маршрут к школе. В самой школе внимание инспекторов направлено на наличие учебных уголков и тренировочных перекрестков, а также на доступность информации от ГИБДД, как для учеников, так и для их родителей. Седьмая школа проверку госавтоинспекции выдержала на отлично. Кроме того, в течение года при помощи преподавателей и сотрудников ГИБДД дети регулярно знакомятся с правилами поведения на дороге. По мнению проверяющей стороны, с такого образовательного учреждения можно и другим школам брать пример. Доказательство тому – многочисленные победы учеников на различных конкурсах по знанию правил дорожного движения. То, что касается безопасного колеса, это, я бы сказала, даже наш уже конюк. В 2012 году у нас было первое место, в 2013 году второе место, в 2014-м опять первое, в 2015-м у нас было первое место. В этом году мы опять заняли первое место на городе, на городских соревнованиях по безопасному колесу. А у инспекторов ГАИ еще масса работы. Неохваченными проверкой остались еще несколько десятков школ. Работа приемных комиссий продлится в Магнитогорске по 19 августа включительно. Павел Брюсенев, Владимир Ровенский, телекомпания «ТВИНК». О новостях спорта через несколько секунд. В воскресенье, 14 августа, вблизи оздоровительного лагеря «Горное ущелье» состоится веломарафон в дисциплине кросс-кантри. Эти соревнования пройдут во второй раз. Они привлекли к себе внимание множество гонщиков, как любителей, так и профессионалов. Если в прошлом году этот веломарафон собрал 140 участников, то в этом организаторы планируют сделать его еще более массовым. Соревноваться к нам приедут спортсмены со всего Южного Урала. Гонки будут проходить в девяти категориях. Даже для детей до 15 лет разработана дистанция протяженностью 2,5 километра. Трасса проходит по очень живописным местам, откуда открывается великолепный вид на уральскую природу. Одним словом, спортсмены смогут не только получить дозу адреналина, но и насладиться окружающей красотой. Конечно, если будет время. Ведь, по словам организаторов, трасса в этом году разработана далеко не простая, сложнее, чем в прошлом году. Лидеры категории профессионала высказали все, что трассу нужно усложнить. Больше усложнить в плане набора высоты и в плане техничности. Существующий круг, он средней сложности, он не сказать, что легкий. Новичкам он по силам. Но для профессионалов по существующей мировой практике нужно что-то посложнее. Для профессионалов трассу действительно усложнили. Теперь добавлена петля через горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск». В итоге для спортсменов этой категории длина круга составит 25 километров. Женщинам нужно будет проехать дистанцию один раз, мужчинам два раза. Перепад высот составит 800 метров. Для новичков условия попроще. Для них разработана трасса длиной 18 километров и с перепадом высот 600 метров. Во время гонки и после финиша для спортсменов будет предусмотрено питание. Итак, 14 августа. Лагерь «Горное ущелье». Регистрация участников с 8.00 до 10.30. Старт в 11.00. Подробную информацию можно будет найти в группе, посвященной веломарафону «Горное ущелье». В социальной сети ВКонтакте по указанному адресу. Новость этого выпуска, а также многое другое, вы найдете на нашем сайте tvdfisyn.ru Впереди вас ждут коммерческая информация, а также прогноз погоды на 11 августа. Всего вам доброго и до встречи. Спонсор программы. Открытое акционерное общество. Магнитогорский металлургический комбинат. По данным интернет-портала rp5.ru, завтра 11 августа в городе ожидается утром малооблачная погода без осадков, вечером облачная погода с прояснениями, ливневый дождь. Ветер северный с переходом на северо-восточный и восточный 2-5 метров в секунду. Отдельные порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 22, плюс 18 градусов, в нем 30 градусов тепла. Атмосферное давление прогнозируется в пределах нормы 730 мм ртутного столба.